здравствуйте друзья с вами канал лабиринты знания я роман головин сегодня тема лекции спорт и спорт и физкультура сегодня вы узнаете насколько же физкультурой важно заниматься в этой жизни сколько плюсов существует этой физкультуры я часто рассказывал о медитациях сколько плюсов она дает жизни это не счесть также физкультура человек который регулярно занимается физкультурой и легким спортом получает огромное преимущество перед другими людьми в этом мире как вы знаете у нас есть физическое тело это физическое тело постоянно требует определенных дозированных нагрузок и при этих дозированных нагрузках тело становится более выносливым более красивым более прочным более сильным более здоровым и так далее и человек функционирует в этом мире более правильно гармонично тело лучше работает все его органы и системы лучше работают работает головной мозг работает память лучше итак сейчас начну перечислять что дает физкультура и спорт если не перегружать организм в профессиональных целях профессиональный спорт это другая другая тема как бы сейчас мы затрагивать его не будем итак первое кто-то когда ходил допустим спортзал занимался фитнесом другим видом спорта что при умеренных занятиях там часик позанимался например и ты чувствуешь удовольствие вырабатываются эндорфины гормоны счастья так называемой человек получает удовольствия от спорта особенно когда он занимается тем спортом который ему нравится в свою в свой кайф свое удовольствие дальше когда человек регулярно занимается да вот я могу подтвердить у меня тоже все жизнь качели то занимаясь то не занимаясь кто занимаюсь это плохо очень нужно все время лучше меньше заниматься но стабильно заниматься всю жизнь и таким образом теряется аппетит то есть меньше человек хочет есть это я по себе замечал это сто процентов работает это очень актуально тем людям у которого есть постоянный аппетит а если человека нет аппетита это наоборот как бы да будет вызывать чуть чуть больше аппетита потому что есть люди которые вообще есть не хотят наоборот будет желание то есть равновесие будет в том или ином случае люди которые занимаются физическими упражнениями регулярными у них легче дается обучение легче работает головной мозг лучше работает память человек меньше подвержен инсультом инфарктом работает лучше сердечно-сосудистая система снижается артериальное давление либо наоборот у кого низкая была но наоборот повышается и стабилизируется становится более эластичные сосуды сосуды выдержит большую нагрузку кости становится крепче ну с учетом того что вы будете питаться более правильно там больше кальция витамина d будет поступать в организм мощнее мышцы становятся расширяется кровеносные капилляры площадь капилляров в теле увеличивается когда человек все время сидит как я сидячая работа да то у человека гипоксия начинается здесь отсутствие гипоксии кровоснабжается органы системы кислородом лучше потому что кровь она начинает быстрее двигается двигаться лимфатическая система лучше начинает работать выходит из организма лучше токсины яды различные все ненужные вещества потому что лимфатическая система она стрясываться начинает у лимфатической системы нет сердца и таким образом своими движениями до клапаны сокращаются и выводится из потом больше ядов токсинов всякой гадости и в кишечник выбрасывается лучше это важно знать артериальное давление приходит в норму с учетом того что если изначально у человека нет никаких жизненных уроков что у него повышенное артериальное давление таким образом надо очень аккуратно заниматься физкультурой без лишних нагрузок то есть обследоваться у спортивного врача и чтобы спортивный врач периодически за вами наблюдал надо все равно нужно делать у человека более эластичная кожа становится тургор кожи лучше становится да когда берете складочку до кожи становится лучше влажность кожи лучше становится спортсмены больше пьют воды когда я ходил когда жил за границей к массажистке она говорит у тебя кожа идеально постоянно занимался спортом то есть спортсмены когда занимается у них лучше кожи когда человек занимается у не улучшается обменные процессы в организме то есть ускоряется обмен веществ если кто не знал допустим человек приходит допустим куда-то спортзал там сразу кардио тренировочка небольшая там пять минут чтобы разогнать обмен веществ он ускорился человек чуть быстрее сжигал жир обменный процесс они улучшаются в головном мозге и во всем теле спорт и физкультура очень помогает в борьбе с зависимостями различ курением алкоголем другими виды зависимости это очень важно человек легче может переносить различные работы то есть у любого человека есть какая-то работа там да там умственная физическая где-то человек более адаптирован становится к различным видам работ он больше выдерживает нагрузку чем обычно нетренированный человек борьба с ленью да то есть когда человек регулярно занимается он себя тренирует самодисциплина и идет борьба с ленью это очень важно особенно у тех у кого она очень преобладает в программе увеличивается ответственность у человека повышается самооценка об этом я много раз говорил мне много ребят пишут как повысить свою самооценку вот спорт идеальная вещь повысить самооценку занятие каратэ занятий кикбоксингом там до нарастить мышечную массу во первых человек сам по себе уверенным очень становится и в других глазах он выглядит по-другому люди на нее обращают внимание и вы повышаете свою самооценку и когда вот эти все плюсы еще будут появляться в жизни вы поймете что спорт необходим любому человеку улучшает координацию движений физкультура спорт улучшает координацию движения тоже очень важно в жизнь формирует правильно пищевые привычки я по себе тоже замечал когда начинаешь регулярно заниматься спортом не хочется есть сладко лишний раз не хочется съесть какой-то дрянь то есть это очень важно для понимания спорт и физкультура умеренный спорт удлиняют жизнь внутренние органы работают более правильно потому что постоянно шлаки токсины выводится из организма идет лучший обмен в клетке привносится питательные вещества с кислородом из клеток продукта распада удаляются через лимфу и кровь сильная мускулатура она выравнивает осанку тела то есть человек который горбится да у него вот время ровная осанка но это со временем естественно будет улучшаться человек меньше подвержен простудным заболеваниям почему потому что человека поднимается иммунитет опять же если вы очень много занимаетесь то будет обратный эффект то есть нагрузка на центральную нервную систему будет большая иммунитет наоборот будет снижаться на то время когда вы очень сильно будете много заниматься из организм просто таких нагрузок не выдерживает и вот как раз таки снижает различные вредные привычки увеличивает иммунитет энергии больше появляется это однозначно казалось бы вы тратите энергию но нет энергии становится много человека уменьшается уровень холестерина в организме как вы знаете если липопротеиды высокой плотности низкой вот от низкой плотности плохой холестерин в кавычках да он уменьшается старости у человека сохраняется здравый рассудок человека шанс заболеть альцгеймером до ухудшить память гораздо меньше те люди которые в течение жизни занимаются спортом читают больше это очень важно для понимания правильно подобранные упражнения они уменьшают боли в спине все это тоже важно знать а снижается риск остеопороза проблемы с костями когда у человека это тоже нужно знать и нагрузки они увеличивают адаптацию к боли это человек лучше переносит боль и человек появляется больше кислородной емкости человек тренирует легкие бронхи до больше может задерживать воздух это очень важно для понимания в крови больше шансов больше гемоглобина становится в крови больше возможности перенести кислород клеткам то есть это тоже важно очень повышается концентрация человеку легче концентрироваться те люди которые занимаются больше физкультуры спортом на регулярной основе у них повышается концентрация самоконтроль самодисциплина увеличивается человек организм он начинает раз более рационально расходовать энергию меньше утомляется человек это очень важно для понимания улучшается качество сна качество секса кстати улучшаются чтобы многие понимали и помогает найти очень много новых друзей то есть этот список можно продолжать бесконечно да то есть какие-то основные моменты я перечислил также есть еще исследование что снижается риск возникновения сахарного диабета второго типа инсулина независима то есть вы должны понимать что вот спорт он важен любому чем не важно в каком возрасте вам с 20 лет вам 30 лет 50 80 лет надо начинать постепенно заниматься потому что когда человек уже к пенсии никогда этим не занимался он ленится например да и более-менее правильное питание уменьшение стрессов и занятий как раз спортом они дают человеку большое количество преимуществ радости в жизни но тут надо найти золотую середину что вы понимали если вы занимаетесь каждый день значит понемножку надо заниматься да у каждого человека своя норма там 30 минут 40 минут если вы занимаетесь несколько раз в неделю там два-три раза то занятия могут доходить до полутора-двух часов когда смотря что вы делаете чем вы занимаетесь есть физические виды йоги плавание ходьба но вообще лучше конечно заниматься такими видами спорта когда постоянно задействованы все мышцы а может даже не одни ни одним спортом почему допустим фитнес например да можно задействовать все мышцы и крупные мышцы мелкие мышцы проработать все мышцы прогнать кровь через все мышцы кардио тренировки то есть тоже могут быть включены небольшие один день кардио тренировки другой день там фитнес например третий день ходьба интенсивная где-то там да там в горах либо там в лесу до подъем на горку с горки плавание также в какой-то день может быть можно чередовать еще лучше интереснее будет понятно что если бы мы жили в свое удовольствие то каждый день мы занимались этим но по возможности как бы я же говорю если каждый день то там 30 минут можно выделить если там два-три раза в неделю то больше времени можно выделить именно проработать опять же я всегда говорю если вы хотите правильно питаться нужно знать в каких фруктах овощах кашах бобовых находятся несколько минералов витаминов и так далее если вы хотите заниматься спортом вы тоже должны нам либо с тренером позаниматься либо самостоятельно посмотреть различные уроки как это делается попробовать на практике начинать всегда тяжело это лень это неприятность это плохой самоконтроль это плохая нервно-мышечная связь связь мозга с мышцами то есть может уйти полгода и год чтобы почувствовать свое тело и полная связь мозгом поэтому любые нововведения они требуют определенных жертв вот и потом уже все встает на свои места либо заниматься с каким-то тренером с человеком который рядом друг есть подруга который больше понимает в этих вещах и которые с вам могут помочь и направить на путь истины благодарю за внимание пишите свои комментарии успехов сил побольше увидимся новых выпусках до свидания